добрый день дорогие друзья итак продолжение нашей рубрики чехана готовим дома готовим вкусно мы решили открыть сезон на воде и сейчас дорогие друзья мы отправимся с вами на острова на этом живописном месте города выборга именно там сегодня для вас мы представим новые мастер-классы мы выходим в акваторию выборского залива позади остался у нас выборский порт справа по курсу сейчас обогнем мыс смолиной и будем выходить в открытое море мы причалили к одному из островов выборского залива сегодня продолжение нашей программы чехана готовим дома готовим вкусно мы перенеслись на острова выборского залива и сейчас мы вам представим одну из уникальных программ все наверное знают что на природе все вкусное готовится в чем в казане и мы решили не отступать от этой традиции и я по секрету скажу мы приобрели абсолютно новый казан вот он перед вами сейчас мы его вскроем но все думают что можно готовить сразу раз казан есть можно готовить далеко это не так чтобы казан отдал все свои вкусовые качества его нужно предварительно подготовить чем мы сейчас и займемся для того чтобы вы наглядно все это увидели и никакого у нас подвоха не было мы сейчас при вас скрываем эту загадочную упаковку казан я выписывал специально из узбекистана он изготовлен из настоящего чугуна на наманганском заводе где изготавливаются вот эти все знаменитые узбекские казаны так что мы видим внутри сейчас я это все достану и просто вам расскажу казан я брал для большой компании он примерно на литров на литров 18 оба достаем его из упаковки вот он получается что мы видим мы его немножечко отставляем сторону убираем о тут у нас еще имеется какая-то коробочка вот это да сейчас мы это посмотрим что там у нас есть а коробочки у нас зачитаю сразу уважаем покупатель меня зовут сергей я директор компании хорошие вещи я благодарю за покупку этого уникального казана если у вас возникнут жалобы обращайтесь ко мне по следующему телефону но у нас пока жалоб нет поэтому мы смотрим дальше дальше второй документ но здесь уже посмотрите вот крупным планом здесь инструкция по обжогу казана естественно я ее уже знаю давно но в принципе если кому-то интересно некоторые цитаты я вам потом расскажу пока это мы убираем так что же мы еще имеем а я даже такой не ожидал сейчас мы посмотрим что тут тоже такое интересное какой хороший казан не обходится без отличной шумовки эта шумовка была от фирмы нам подарена нашей нашей программе нашему замечательному лотосу нашему нашли замечательный чекане ох так но это еще не все я смотрю что-то тут еще какие-то штучки но это же это же просто шедеврально ребята посмотрите я даже не ожидал что что эта фирма так позаботилась о нашем хорошем доступе посмотрите вот у нас имеются уже уникальные вещи так а что же у нас тут происходит казан действительно тяжелый вес его составляет 11 килограммов поэтому соответственно здесь натуральный чугун и сейчас мы будем с ним бороться его подготовить к нормальной обстановке так скрываем крышку ох а что же я там вижу еще ребят я глазам своим не верю но это действительно смотрите тоже презент от фирмы набор для плова в принципе он нам сегодня не пригодится но в последующем обязательно мы его используем вот он наш легендарный казан тяжелый тяжелый вот я вам показывать сейчас он первую своей жизни пройдет термальную обработку прям как будто для нас все это сделала природа посмотреть ребят и так чтобы обжиг казана разбивается на три этапа первый этап это просто при высокой температуре минут 30-40 казан будем держать просто на открытом огне это первая стадия вторую стадию вам покажу немножко позже у нас завершается первый этап обжига казана нового чугунного мы его держали минут 40 на большом огне он прокалился сейчас мы его вскрываем и переходим ко второму этапу второй этап у нас будет заключаться в том что мы на такое же время где-то минут на 30 закидываем крупную поваренную соль и она также проходит с казаном процесс накаливания или обжига простая соль единство крупные я попрошу своего ассистента владимира нападать мне шумовочку да спасибо большое он очень ответственный товарищ отвечает за огонь огонь знаете под казаном это ответственно делать оставляем соль наедине с чугуном и пускай они между собой подружиться мы сейчас слышим щелчки это говорит о том что процесс завязался и так дорогие друзья второй этап подвертковки казана к полноценному использованию у нас подходит концу чтобы окончатель убедиться правильно ли мы сейчас это все сделали мы открываем крышку и смотрим на соль соль должна немножко стать серого оттенка если это произошло значит мы переходим к третьему этапу и так сейчас оператор покажет крупным планом смотрите соль у нас до сих пор стреляет но она изменила цвет белого на сероватый поэтому соответственно и какие казани в чугуне на тот момент были вредные какие-то вещества они солью подружились соли себя забрала сейчас мы постараемся извлечь соль из казана и перейдем к третьему этапу третий этап я вам расскажу тоже более подробно немножко попозже и так ребят сейчас мы подготовили володя подкинет у нас уникальных шишечек которые дадут жар нашему огню и сейчас третий этап у нас будет заключаться в том чтобы он финальный считается мы прокаливаем в этом казане уже определенное количество масла масло может любой быть растительное хлопковое масло у нас сразу как вода стала жидкая говорит о том что у нас наш казан очень-очень раскаленный но я вас предупреждаю также просто программа с маслом кипящим и горячим не рекомендуется поэтому технику безопасности при обжарке казана обжигов казана никто не отменял все этот процесс у нас также будет проходить около получаса поэтому соответственно мы сейчас удаляемся а процесс продолжается сейчас мы заканчиваем третий этап то есть казан подружился с маслом сейчас посмотрим как это все происходит в живую если там появился огонь или идет такой вот как вы видите насыщенный дымочек значит процесс этот можно считать завершенным казан хорошей работе готов так что вот то что есть имеем казан убирается с огня чтобы немножечко остыл и мы смогли спокойно удалить масло и так дорогие друзья процесс обжига казана нового у нас завершён немножко история казана этот казан он остался стены 11 миллиметров у него стеночка мы его прожгли по всем правилам поэтому сейчас дорогие друзья он у нас готов полноценной эксплуатации если ваше наше видео вам понравилось подписывайтесь на носка на наш канал который вы уже знаете адрес его известен уже всем ждем вас на следующей нашей передаче